Деяние апостолу, глава 21. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Радос и оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Толемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи дьяконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышишь, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что, слышанное имя о тебе, несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношения. Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сию». Ибо перед тем они виделись с ним в городе Трофима, Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Книга Откровения, глава 10. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь граммов проговорили голосами своими. И когда семь граммов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь граммов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благоветствовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоя будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Книга Ниемии, глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Слафииловым, и с Иисусом. Сирая, Иеремия, Ездра, Амария, Малух, Хатуш, Шихания, Рихум, Меремов, Идда, Генифой, Авиа, Миемин, Маадия, Вилга, Шимая и Айриф, Иедая, Салу, Амок, Хелкия и Иедая. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты, Иисус, Бенуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главные при словословии, он и братья его. И Багбукия, Иуний, братья их, наряду с ними, державшие стражу. Иисус родил Иакима, Иаким родил Илеашава, Илеашав родил Иоиаду. Иоиада родил Иоаннафана, Иоаннафан родил Иаддуя. В одни Иакима были священники главы поколений. Из дома Сирая Мирая, из дома Иеремии Ханания, из дома Ездра Мишулам, из дома Амарии и Аханан, из дома Мелиху Иоаннафан, из дома Шивания Иосиф, из дома Харима Адна, из дома Мираиофа Хелки, из дома Ида Захария, из дома Генифона Мишулам, из дома Ави Зихри, из дома Миниамина, из дома Маади Пилтай, из дома Вилги Шамой, из дома Шимая Иоаннафан, из дома Иаяарива Мафни, из дома Иедаи Узи, из дома Салая Каллай, из дома Амока Евер, из дома Хелки Хашавия, из дома Иедаи Нафанаил. Левиты главы поколений внесены в запись во дне Елеашива, Иаиады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царство Недария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елеашивого. Главы Левитов – Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их. При них, подставленные для словословия, при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия, смена за смену. Матфания, Бакбукия, Авадия, Мишулам, Талмон, Акуф – стражи, привратники на страже у порогов ворот. Они были во дне и Акима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дне областеначальника Неемия и книжника Ездры священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нитафавских, и избев Гагелгала, и из полей Гева и Азмовета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистили священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ними шел Гошая и половина начальствующих в Иудее – Азария, Ездра и Мишулам, Иуда и Вениамин, Ишимая и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами – Захария, сын Иоаннафана, сын Шемаи, сына Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа и братья его – Шемая, Азариил, Милалай, Гелалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия и книжник Ездра впереди них. Подли ворот источника, против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверхдома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, а за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены. И от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Мяа к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елеоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасия, и Шемая, и Леазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношений, начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов. Потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыне левитам, а левиты отдавали святыне сынам Аарона. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Он и. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok